Это итоги недели. В студии Ольга Васенда. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. Очередной рост пособий, господдержка малого бизнеса и фрукты-овощи. Белкопсоюзы активно закупают у населения все, что растет в огороде, где работают пункты приема. Стратегический партнер. Бобруйск посетила делегация из Пензенской области. Тут прямой интерес закупать продукты, использовать в нашем сельском хозяйстве. Каких договоренностей достигли? Буквы разные писать. Школы на финишной прямой перед стартом учебного года. Мы к школьному сезону готовы. Где купить форму? Не сидеть без дела. В стране продолжается трудовой семестр. Этот опыт незаменимый. Где работает бобруйчане? Воля к победе. Завершился международный турнир по хоккею шайбой на призы председателя Бобруйского горсполкома. Ребята очень старались, все выложили из команды. Кто в начале таблицы? Капризы природы, магазинные кражи и мейт-ин-чейна. В России начали продавать новое китайское авто. В чем изюминка? На неделе глава государства с инспекцией отправился в Гродненскую область. 6% площадей в день. Такие темпы уборки поставил аграрием Александр Лукашенко. В стране уже убрана треть площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Брестский регион приближается к половине, а Ветебский только перешагнул 15%. По республике намолочено больше 2 миллионов тонн. В ходе инспекции области Александр Лукашенко осмотрел молочно-товарный комплекс на 5000 голов. По словам главы государства, в стране немало хозяйства, где падешь молодняка на неприемлемом уровне. Решение проблемы есть. Должно отношение быть к новорожденному теленочку, особенно теленку, да и поросенку, как ребенку. Это главный вывод. И я больше ни с тобой, ни с будущим министром и прочим губернаторами разговаривать не буду. Вообще не должно быть подержа этого. Поэтому те, кто не умеют содержать телят после рождения до месяца, оттуда надо забирать. Ну не надо крестьян обижать, надо заплатить им. Он заплатит. Платим всегда. Даже продавцы делали. И это будет лучше. Гороховый суп, пюре с котлетой, огурцы, чай с булочкой. На поле глава государства попал аккурат к обеду. Комбайнеры пригласили президента присоединиться к ним. Угостите две ложки, дайте супу. Конечно, действительно. Ну вообще нормально комит. Да, да. Корма вкусна. В обед. В обед. В обед. Ну ничего. В пустах. Мне тоже так готово. В поле президент также посмотрел, как работает новая модель зерноуборочных комбайнов GS2124, которая рассоздавалась для замены импортной техники. Механизаторы положительно оценили новинку и в плане производительности, и в плане оснащения кабины. В Бобруйском районе жатва идет не отходя от сроков. Экватор уборочной уже позади. Тысячников чествует не оторвать работы прямо в поле. В пятницу очередной рекордсмен появился в СПК «Гигант». Наша съемочная группа – одна из первых поздравила победителей. Дмитрий Аврамчик бросил городскую суету два года назад. Собрал все нажитое и рванул подальше от каменных джунглей. Покой и умиротворение нашел в агрогородке Большие Бортники. Здесь они женой обжились, государство выделило домик, а там и сын родился. Если хочешь достичь успеха какого-то, я думаю, надо идти к этой цели. Если у тебя есть в планах нажать тысячу, то есть, ну, если бы я был комбайнером, водителем, то если бы я захотел, я бы работал, ну, то, ну, без разницы было бы до какого времени работать. Работа на селе есть всегда. Трудоустроился молодой человек сразу, начинал с должности рабочего. Постепенно отучился, перевелся на погрузчик, а как стартовала уборочная, тут же ушел в помощники механизатора. Кто ж знал, что попал в легендарную команду? Олег Веревкин ежегодно один из первых намолачивает тысячу. В 22-м его команда перешагнула трехтысячный рубеж. Экипажи все задействованы, комбайны не стоят. 46 экипажей, они все в работе. Ну, бывают, конечно, поломки, не без этого. Есть инженерная служба, которая оперативно работает, оперативно устраняет поломки. Колесо к колесу. По соседству с экипажем Олега Веревкина идет семейный тандем. Братья Зуб первый год работают вместе. Решили попробовать и не прогадали. До первой тысячи рукой подать. День другой и заветная цифра в кармане. Уметь положиться на других – искусство. А когда рядом кто-то родной, и на молот идет, как по маслу, уверяют комбайнеры. Это у меня третий уборочный сезон. Раньше работал с другими людьми, а сперва с братом пошел. Я считаю, что с братом легче нам достичь большего возможности. Кормят хорошо. Обед, ужин – все хорошо. Достойно кормят. All-inclusive. Работы в поле – непочатый край. Сегодня зерно, завтра рапс, через неделю сенаж. А там, глядишь, и осень подкралась незаметно. Время подготовки почвы к посеву. Хороший работник – сытый работник. Обед в этом УСПК готовит собственная столовая. Рацион разнообразный. Для сотрудников такой перекус обходится в копейки. Кристина Рианц, Виктор Чубан, Максим Глеонко. Итоги недели. Отходы в доходы, господдержка бизнеса и рекорды Белжедем. Национальный перевозчик сразил количеством пассажиров. Какие направления в топе? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. В Беларуси с августа увеличился бюджет прожиточного минимума. Величинов теперь равняется 364 рублям 40 копейкам. Это на 3,5% выше предыдущего норматива. В связи с изменением выросли пособия по уходу за детьми до 3 лет. За первого государства выплатит 651 рубль. На второго и последующих – 744. Также автоматически пересматриваются размеры единовременных и возрастных выплат. 191 миллион рублей господдержки получил малый и средний бизнес за полгода. Дотациями воспользовались свыше 600 субъектов. Основные виды деятельности – промышленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля, здравоохранение. Объем ресурсов распределился между займом, лизингом и льготными кредитами. Витебская Могилевская область лидирует в количестве реализованных проектов. Отходы бумаги, картона, стекла, полимеров, шины. Более 400 тысяч тонн вторичных ресурсов заготовлено в стране за полугодие. В среднем каждый белорус отсортировал и сдал в переработку 4,5 килограмма. Наиболее активны минчане на втором месте – Гродненская область, на третьем – Могилев. В республике ведется создание региональных объектов. Всего их около 30. На 236 миллионов рублей организации потреб кооперации закупили овощи и ягод. Более 65%, а это 152 миллиона, выплатили населению. Участвуют приемы заготовительные пункты, магазины в сельской местности, фермеры. Продукция реализуется через торговые сети и общепит. К слову, в республике 108 рынков, 9 из которых в крупных городах и областных центрах. Полтора миллиона пассажиров перевезла БЖД с начала года. Это почти на 6,5% больше, чем годом ранее. В топе Москва и Санкт-Петербург. Еженедельно между странами курсируют 150 поездов. Открыто сообщение в направлении Адлера, Калининграда, Архангельска, Мурманска, Анапы и Самары. Бобруськ посетила делегации из Пензенской области. Цель визита – укрепление экономических связей, а также обмен опытом в различных сферах. Представители российского региона познакомились с производством сельхозтехники Бобруська Громаша и БЗТДА. Какие перспективы – далее. Качество, инновации и доступность. Бобруська Громаш посетила делегации из Пензенской области. Гости познакомились с производством железных помощников для сельского хозяйства, а техники для заготовки и раздачи кормов до машин по внесению удобрений. За последние три года предприятие пережило серьезную модернизацию. С помощью государства здесь обновили техническую базу на 10 миллионов. В цехах внедрено более 90 единиц современного оборудования. Экономический эффект не заставил себя долго ждать. Тут прямой интерес – закупать продукцию, использовать ее в нашем сельском хозяйстве. У нас область в этом плане достаточно развита. Порядка трех миллионов тонн только зерновых мы ежегодно собираем. Прекрасное производство, отлаженные бизнес-процессы. То есть видно, что компания надежная, исполнится обязательно в срок и качественно. Делегация посетила и Бобруйский завод «ТДИАН». Цель визита – встреча с руководством города, обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества, знакомство с мощностями предприятия. Здесь производят востребованную тракторную и коммунальную технику, прицепы и навесное оборудование, дисковые колеса. В доле экспортных поставок Россия занимает 68%. Есть у нас поручение непосредственно рассмотреть приобретение малой техники непосредственно для тротуаров, парковых зон. Это как раз те единицы, которые нам нужны. По прошлому году взять, если взять общую республику Беларусь, то порядка 150 миллионов приобрели технику непосредственно в Беларуси. В этом году планируется еще на 100 миллионов. Могилевская и Пензенская области во многом похожи. С точки зрения площади, численности населения, а самое главное – структура экономики. По итогам 2022 товарооборот между регионами увеличился на 36% и достиг 611 миллионов российских рублей. Мы стараемся показать наш промышленный потенциал для того, чтобы еще больше укрепить внешнеэкономическое сотрудничество. Нынешний визит в Могилевскую область – возможности для обеих сторон расширить сотрудничество в отраслях машиностроения, металлообработки, деревообработки и туризме. Делегация российского региона посетила синагогу и еврейский дворик. Ольга Весенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Почти три тысячи школ примут в этом году миллион учеников. 110 тысяч из них первоклассники. Новый учебный год на низком старте. Родители штурмуют канцелярские магазины. Через день образования заканчивают наводить лоск. Миноба разлучил стоимость учебников. Родителям дошколят придется выложить 7 рублей 40 копеек. Для средней школы комплект обойдется 18 с половиной. 29 новых учебных пособий для ребят. Для 9-11 классов учебное пособие, где раздел о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны по материалам расследования генпрокуратуры. Кроме того, особое внимание уделено организации питания. В 23 школах страны уже реализован пилотный проект. С 1 сентября около половины учреждений перейдут на новые условия. Остальные через год. Накануне март подсчитал ориентировочную стоимость школьной формы – 98 рублей. В ассортименте более миллиона швейных изделий и тысячи канцелярских принадлежностей. По сравнению с 2022 стоимость выросла примерно на 10%. Ряд магазинов предлагает товары в кредит или рассрочку. Все в наличии. И тетрадки, и ручки, рабочие тетрадки. Все. Все, начиная от первого класса, заканчивая одиннадцатым. То есть мы к школьному сезону готовы. К новому учебному году обновлено 70% всего ассортимента. В том числе с учетом введения в школах второго обязательного элемента. В Бобруйске торговые ряды разместились на пешеходной зоне на социалистическое от Карла Маркса до Держинского. Время работы ежедневно с 9 до 16, кроме понедельника. Каникулы с пользой. В стране продолжается трудовой семестр. В 2023 студенческие отряды расширили перечень рабочих мест до 38 тысяч. Бобруйчане облагораживают территорию города, работают в загородном лагере и на республиканских предприятиях. Анастасия Ковалева в студотряде уже не первый раз. Девушка получает образование воспитателя в колледже Ларина. Во время летних каникул приезжает в загородный лагерь ради бесценного опыта, который точно пригодится в будущем. Для нее работа с детьми только в радость. Мне нравится здесь работать. Здесь очень хороший коллектив. Все отзывчивые, что администрация, что воспитатели старшие по отрядам. Они всегда помогают, дают какие-то подсказки. Это атмосфера. Ты сам как будто попадаешь в детство и снова переживаешь все эти эмоции. Ты вместе с ними участвуешь в играх, вместе с ними принимаешь участие в каких-то концертных программах, готовишь творческие номера, переживаешь за этих детей и не становишься такими родными. А потом уже в дальнейшем, когда возвращаешься в город уже на учебу обратно, многие дети тебя узнают. Это такое приятное ощущение. В мечте трудится и так называемая сервисная команда. 12 ребят ежедневно у раздаточной. Разливают компоты, супы, нарезают хлеб, овощи, накрывают на стол. Работа несложная, но ответственная. Обслужить нужно 30 отрядов, а это 569 человек. В свободное время с ребятами мы можем участвовать вместе с отрядами, играть в играх в футбол или еще чем-то заниматься, ходить на дискотеки. Можем заниматься своими делами, книги читать. Первые деньги зарабатывают и учащиеся медицинского колледжа. В онкодиспансере будущие специалисты разносят документы, помогают в лаборатории, занимаются уборкой помещений, ухаживают за пациентами. Все под чутким руководством опытного персонала. Работая в студенческом отряде, ребята получают азы будущей профессии. Наш медицинский персонал всячески помогает им в этом, для того, чтобы из ребят получились хорошие специалисты в будущем. Я считаю, что этот опыт незаменим, и он достаточно очень хорошо мне пригодится в дальнейшем. Эта молодежь летним тусовкам предпочитает труд. 30 учащихся наводят лоск, высаживают петунии, хлорофитумы, бегонии и занимаются прополкой. Плюсов не счесть. Опыт благоустройства города, собственные средства. Также на базе 31-й школы, где недавно модернизировали тепловую сеть, ребята разравнивают дворовую территорию. В этом году ребята в обручании, бойцы студенческих отрядов работают на республиканских предприятиях, таких как атомная электростанция в Гродно. Они работают там электриками, потом в Минске, МАЗ, автозавод и в Бунчах на строительстве. От соблюдения техники безопасности до своевременной оплаты труда. БРСМ поддерживает ребят на протяжении всего сезона. Приятный бонус – из зарплаты не вычитается подоходный налог. В 2023-м студенческие отряды расширили перечень рабочих мест до 38 тысяч. По итогам 2022-го средний заработок – почти 500 рублей. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Спортивные баталии. Завершился международный турнир по хоккею с шайбой на призы председателя Бобруйского горсполкома. Участие приняли четыре команды «МХЛ» – «Динамо Шинник», «Стальные лисы», «Тайфун» и «Крылья Советов». За три дня матчи посетили свыше 4 тысяч человек. Кто оказался в лидерах турнирной таблицы? В ледовой арене прошел международный турнир по хоккею на призы председателя Бобруйского горсполкома. В первом матче на «Динамо Шинник» одержали победу «Стальные лисы» из Магнитогорска со счетом 4-2. Команда в прошлом сезоне заняла девятое место в регулярном чемпионате «МХЛ» и третье в своей восточной конференции. По игре могу сказать одно, что нам надо прибавлять, создавать еще больше моментов, больше бросать и стараться реализовывать их. Я думаю, если у нас получится, мы выиграем. На второй день «Динамо Шинник» вырывается вперед, обыграв крылья советов. Шайбу на последней минуте первого периода забрасывает Иван Аножко, а в конце третьего дубля оформляет Евгений Авраменко. Наша команда после долгого перерыва триумфально возвращается в МХЛ. «Парни с командой очень сильно помогли. Защитники делали свое дело, нападающие возвращались в оборону. Все получилось как надо». Всего в турнире приняли участие четыре команды – «Динамо Шинник», «Стальные лисы», «Крылья советов» и «Тайфун». Последние преодолели расстояние в 10 тысяч километров, чтобы сыграть в большой хоккей на Бобруйской земле. «Против дальневосточных команд всегда сложно играть, потому что они играют в более оборонительных хоккей. Но это нужно уметь скрывать, и у нас сегодня получилось. Тренерский штаб всегда играет по одной тактике, потому что мы не подстраиваемся ни под какую команду». «Тяжело начали, тяжелый первый период. Очень много было брака в бросках, в передачах. Но потом поговорили с ребятами, немножко наладили этот компонент». «Нашу команду на протяжении всех матчей активно поддерживали трибуны. За три дня за клубы болели свыше 4 тысяч человек. Самые активные приняли участие в розыгрыше игровой джерси с автографами игроков «Динамо Шинник». «Не пропускаем ни одного матча. Хоккей нравится тем, что он очень скоростной вид спорта, очень быстро происходят всякие моменты и очень большие счета в этой игре». «Наши лучшие реально. Мне больше нравится, как наши играют. И в защите, и больше в атаке, больше шайбу держат. Обидно, что проиграли первый матч, хотя выглядели, мне кажется, лучше металлурга». «Как не профессионал, особо не знающий вообще всех подводных камней хоккея, могу только сказать, что ребята молодцы, отдаются на все 100%, стараются, забивают, бросают. Поэтому только вперёд». По итогу трёхдневных соревнований наша команда оказалась на второй позиции. На первой – «Стальные лисы» из Магнитогорска. Третья – у «Крыльев Советов». Последняя – у «Тайфуна». «Ребята очень старались, все выложили из команды. Ну, как говорится, победил сильнейший. Но мы заняли второе место, но это престижно». Председатель Бобруйского горсполкома лично вручил подарки. Тайфуну досталась современная микроволновка. Одинам-машинник – автоматическая кофемашина. Мэр города также вручил памятные призы лучшим игрокам матчей. В местной команде отличились нападающий Ивана Ножко и вратарь Никита Лядник. Ольга Васенда и Елизавета Липеева, Максим Галеонко. Итоги недели. Потери в Штатах, безработица в Европе – и личные вещи легенды. Родственники выставили на торги имущество Фредди Меркьюри. Куда направят средства? Далее громкие заголовки мировых новостей. Уровень безработицы в Испании приближается к рекордно низкому показателю. Сейчас это 12%, почти вдвое выше, чем по всей еврозоне. К тому же все печально с трудоустройством молодежи. Каждый пятый в возрасте до 25 лет сидит дома. Специалисты предупреждают, у трех из десяти компаний возникнут проблемы. Никем будет заменить уходящих на пенсию. По информации Евростата, в июне зарегистрированы почти 11 миллионов незадействованных в экономике. Торговые сети США за год потеряли 100 миллиардов долларов от магазинных краж. Больше всего страдают в Калифорнии и Нью-Йорке. Тут за попытку оказать сопротивление грабителю могут даже наказать торговца. Воровство на сумму менее тысячи долларов не считается преступлением в некоторых штатах. У молодежи даже появилась новая забава – на авто объезжать один за другим ритейл и выносить товар. Полиция активность не пресекает. В Тайване в ожидании тайфуна в Китае возросло число жертв. Наводнение в Южной Корее сходит с ума изнуряющая жара. По меньшей мере, 21 человек погиб в результате широкомасштабного наводнения, вызванного самыми сильными за последние 140 лет дождями. Более ста получили тепловой удар и обратились за медицинской помощью на всемирном слете скаутов. В России начали продавать китайские автомобили с караоке. Их называют недорогой альтернативой электрокроссоверу «Москвич-3». Стоимость за модель этого года – от 31 тысячи долларов. В салоне установлена цифровая панель и мультимедийная система. Кроме того, машина оснащена камерой кругового обзора и панорамной крышей, а переднее кресло можно разложить так, чтобы организовать спальные места. Без подзарядки авто может проехать до 610 километров. Полторы тысячи личных вещей Фредди Меркури продадут на аукционе. Недолгие годы принадлежали подруге вокалиста Мэри Остин. Именно ей досталось наследство. За рукописи «Богемская рапсодия» планируют выручить от 1 до 1,5 миллионов долларов. На аукцион также выставят любимый рояль музыканта, цена которого стартует от 2,5 тысяч долларов. Также намерены продать красную накидку и корону, в которых Меркурий выступал на последнем концерте «Куин» в 1986-м. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Ольга Васинда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, 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 нов